Добрый вечер! Добрый вечер! Присаживайтесь! Добро пожаловать на новую высокоскоростную и очень рискованную игру «Кто хочет стать миллионером». Говорят, счастья за деньги не купишь. Ну, скажем честно, миллион фунтов может очень сильно скрасить жизнь. А у нас, как всегда, можно выиграть или проиграть крупные суммы в борьбе с жестоким секундомером. И с нами продолжает игру преподаватель драмы Джейн Дэйнс из города Старии, что в Кенте. Она гадает по рукам, картам, кофейной гуще и живет в доме с призраком своего дедушки. Ее подруга Лиза также вернулась, чтобы поддержать Джейн, которая не знает, что два особенных человека записали для нее особое сообщение. Привет, бабуля. Выиграй много денег, чтобы мы смогли поехать в Диснейленд. Пока, бабуля. Пока, бабуля. Спасибо. Какие милашки. Спасибо. Крис, я расплакалась. Простите, не хотел. И тушь потекла. Ничего страшного. Кто они? Мои внучата. Как их зовут? Либерти и Оливер. И они хотят поехать в Диснейленд? Хотят. Значит, бабуле нужно много денег. Вы по адресу. Кстати, в прошлый раз вы сказали, что если вы играете 50 тысяч, ваш муж Стивен сможет зарыть мастерок и больше не работать, верно? Верно. Сколько ему? 62. Он бодрый? Да, очень бодрый. Работа заставляет. Но у него больная спина, люмбагу. И ему очень тяжело работать в зимние холода. Я очень за него переживаю. Понимаю. Это тяжелая работа. Конечно, он может уйти на пенсию в 65, но если будет 50 тысяч, он сможет уйти на 3 года раньше. Все понятно. В конце прошлой игры Джейн добралась до 2000. И, к счастью, сохранила две подсказки – звонок другу и помощь зала. Но, к несчастью, у нее по-прежнему всего 30 секунд, чтобы ответить на вопрос. Итак, удачи, Джейн. Мы начинаем обновленную игру «Кто хочет стать миллионером?» Сейчас у вас 2000 фунтов, а четвертый вопрос стоит 5. Название какого драгоценного камня есть в названии одного блюда с карри? Время. Изумруд, алмаз, сапсир, рубин. Это рубиново-багровый карри. Ответ окончательный. И верный. 5000 ваши. Вы спокойны? Сомневаюсь. Теперь чуть-чуть поспокойней. Ясно. У вас 5000, а пятый вопрос стоит 10. И у вас две подсказки. От какой из этих болезней не помогает ММР? Три вакцина. Время. Коль, краснуха, как люк, свинка. Не знаю, помощь зала. Стоп, часы. Осталось 22 секунды. Итак, зал. Хватит расслабляться. Слушай вопрос. Вопрос на 10 тысяч. От какой из этих болезней не помогает ММР вакцина? Кнопка А. Корь. Б. Краснуха. С. Коклюш. Д. Свинка. Голосуйте. 13% за коль, 17% за краснуху, 59% за коклюш, 11% за свинку. Время пошло. Я выберу коклюш. Ответ окончательный. Думаете, зал прав? Надеюсь. Надеюсь. Ответ верный. У вас 10 тысяч. Спасибо. Спасибо. Они молодцы, хоть и смешно выглядят. У вас 10 тысяч. Вы в двух шагах от 50. Расскажите, как вы гадаете по кофейной гуще и рукам? Когда я родилась, моя двоюродная прабабушка, родом из Канады, приезжала к нам в гости. Она всегда была как бы ведьмой. И она, как говорят, посмотрела на меня и сказала, у нее будет дар. И так и есть. Я умею гадать по рукам и кофейной гуще. А карты... Нельзя самому покупать карты, на которых гадаешь. Где-то лет 15 назад мой младший сын искал для меня подарок на Рождество и увидел в магазине карты. А он знал, что я старая ведьма и купил их мне. Старая ведьма? Какой комплимент? Потому что я немного экстрасенс. В общем, он купил мне карты, и я научилась гадать. И гадаю каждый день. Но сегодня я не гадала. Ну а что, не налили чашечку кофе и не посмотрели, как получится сыграть? Нет, я пила кофе, и гуще показало, что я сегодня поплачу. Но я уже плакала, да. Да, вы предсказали будущее. Прям даже страшно. Ой, не говорите. Итак, у вас 10 тысяч, и всего одна подсказка. Она хорошая, звонок другу. Но вам еще два шага до волшебных 50 тысяч. Посмотрите на шестой вопрос. У вас 10 тысяч, Джейн, и вы потеряете 9, если ошибетесь. 30 секунд на ответ. Какой боксер известен под кличкой Киллер? 30 секунд. Одли Харрисон, Джеймс Дигейл, Амир Хан, Рикки Хаттон. Я не знаю, позвоню другу. Ладно. Итак, кому звоним? Кто из ваших друзей боксер? Клайв Кэрол или Стивен? А, Стивен, это же ваш... Да, это мой муж. Будь он здоров. Точно. А Кэрол не боксер? Нет. Клайв слегка похож на драчуна. Здесь он на зэка похож, но... Да, прической, наверное. Есть немного, согласна. Думаю, надо позвонить Клайву. Звоним Клайву. Будет 30 секунд. Зададите вопрос, скажите варианты. Я скажу, что вопрос на 20 тысяч, чтобы он собрался. И мы снова пустим секундами. Ясно? У вас будет еще 26 секунд. Да. Итак, удачи и... А где Клайв? В Лондоне, в Сити. Ясно. Клайв? Оу! С вами говорит Крис Таррент. Надо же, привет, как дела? Хорошо. А у вас? Спасибо, неплохо. Мозги за день размяли? Надеюсь. Я тоже. Итак, со мной играет Джейн, поэтому и звоним. Ведь вы ее звонок другу. Она застряла на одном вопросе. Я думаю, вы знаете ответ, но... Он стоит 20 тысяч. Сумма серьезная. Ясно. Что ж, удачи, Джейн. У вас 30 секунд, и время пошло. Какой боксер известен под кличкой Киллер? Одли Харрисон, Джеймс Ди Гейл, Амир Хан или Рикки Хаттон? 19 секунд. Рикки Хаттон. Уверен? Да. На 100%? Да. Спасибо. Могли бы сказать пока. Я перенервничала. Включить секундомер. Я отвечу, как сказал Кайл. Рикки Хаттон. Ответ окончательный. И верно, у вас 20 тысяч. Итак, у Джейн 20 тысяч, а следующий вопрос определит, придется ли ее мужу работать дальше. Не переключайтесь. Мы продолжаем игру с Джейн, у которой уже 20 тысяч, и сейчас она услышит вопрос на 50. Подсказок не осталось, но Джейн всего в одном шаге от крупного чека, который станет второй несгораемой суммой. Как вы себя чувствуете, Джейн? Лучше, но слегка нервничаю перед вопросом, ведь надо будет точно знать ответ. Да, ведь если ошибетесь... Но я рада, все просто чудесно. Правда? Да. Ясно. Зря сегодня не погадали по картам. Итак, у нас седьмой вопрос из 12. Кто играл роль Эдни Тернблад на вестинской премьере мюзикла «Лак для волос»? 30 секунд пошли. Роберт Линдси, Брэдли Уолш, Джейсон Донован, Майкл Боу. Майкл Боу, ответ окончательный. Думаете, правы? Да. Видели? Нет, но слышала в новостях. Выиграли 50 тысяч. 50 тысяч фунтов, Джейн. Я так рад за вас. Спасибо. Вы чудо. Вытрите слезы чеком. Посмотрите. Вот что вы сделали. Это минимальная сумма вашего выигрыша. Спасибо. Это чудо. Чудо. Берите. Он ваш. Берите скорее. Итак. Помните, что сказали? Да. Что это значит? Я сойду из этой сцены и зарою мастерок мужа. А сделайте это прямо сейчас. Позвоните и скажите это мужу. Ладно. Ладно? Звоним? Конечно. Алло. Стивен? Алло. Крис Таррант, кто хочет стать миллионером? Привет, Крис. У нас тут Джейн неплохо играет. Я рад. Помните, что вы ждали звонка другу? Да. Этой подсказки больше нет. Ясно. Я звоню по другой причине. По какой? Есть хорошая новость. И очень хорошая. Здорово. В общем, Джейн хочет что-то сказать. Ладно. Ты меня слышишь? Да. Зарой мастерок. Я выиграла 50 тысяч. Ты больше не будешь работать. Боже. Скорее бы тебя обнять. О, боже, я тоже этого жду. Два дня не виделись. Стивен, вы чудо. Здоровья вам. Большое спасибо, Крис. Ладно, удачи. Большое спасибо. Спасибо. И удачи вам обоим, но... Спасибо, Крис. Джейн Дейнс, у вас 50 тысяч, но... Мы не отдадим вам деньги, хоть они и ваши. Теперь у Джейн секундомера не будет, а 50 тысяч стали минимальной суммой ее выигрыша. У Джейн появилась новая подсказка. Замена непонравившегося вопроса. Итак, у нас восьмой вопрос. Джейн, отвечайте смело, 50 тысяч уже не сгорят. Как звали мистера Ротчестера из романа Шарлотты Бронте, Джейн Эйр? Не спешите. А вот и варианты. Джеймс, Эдвард, Томас, Ричард. Я должна знать... Не спешите, время не идет. Я должна знать ответ. Навряд ли, Томас. Думаю, Джеймс или Эдвард. Кажется, Эдвард, а не Джеймс. Можно сменить вопрос. Эдвард Ротчестер. Ладно. Меняем? Да. В этом ответе я не уверена. Вдруг с другим повезет. Ладно. Джейн не понравился наш вопрос, и мы его заменим. Но прежде, как бы вы ответили? Ну, ваш вариант. Думаю, Эдвард. Хорошо. Скажи бы, Эдвард, я выписал бы вам чек на 75 тысяч. Да бросьте, Джейн. У вас 50 тысяч. Да-да, я знаю, знаю. Вопрос не нравится, меняем. Имя какого президента Америки носит Оксфордский колледж? Вашингтона, Джефферсона, Трумэна, Линкольна. Вряд ли, Вашингтона. Трумэна, Джефферсона, Линкольна. Именем какого президента назван колледж? Вашингтона, Джефферсона, Трумэна, Линкольна. Трумэна. Или Джефферсона. Не Линкольна. И не Вашингтона. Попробую угадать. Думаю, на меня смотрит Джефферсон. Трумэн. В общем, Крис, я буду угадывать. Надо было отвечать на предыдущий вопрос. У вас есть 50 тысяч. Знаю, и мой окончательный ответ – Джефферсон. И, наверное, я ошиблась. Думаете, ошиблись? Вы ошиблись. А верный ответ – Линкольн. Бывает. Ничего, я рада. Не сомневаюсь. Аплодисменты. Она забирает 50 тысяч пунктов. Я так за Вас рад. Спасибо. Привет мужу. Передам. Удачи. Спасибо. Чудесно играли. 50 тысяч пунктов. Какой момент. Джейн продолжила играть на двух тысячах и выиграла меняющий жизнь 50 тысяч пунктов. А значит, мы встречаем нового игрока из Глостера. Это Стюарт Блэк. Привет, Стюарт Блэк. Как дела? Спасибо, хорошо. Всем привет. Стюарт Блэк – бухгалтер и финансовый аналитик. Но он не обычный бухгалтер. Нет. Ведь он любит играть в азартные игры на большие суммы. И на деньги клиентов. Прекрасно. Он любит боулинг, шахматы и спортзал. Но все это ерунда по сравнению с азартом игры в покер на крупной ставке. В зале за Стюарта болеет друг Санджей. Мы еще поговорим со Стюартом. А сейчас 12 вопросов до миллиона. Первые 7 вопросов придется отвечать за отведенное время. А после 50 тысяч игрок сможет расслабиться и думать над ответом сколько угодно. А на первые 2 вопроса будет всего по 15 секунд. И думать придется быстро. Что ж, удачи, Стюарт. И начинаем игру, кто хочет стать миллионером. Итак, первый вопрос. Я прочту вопрос, и у вас будет 15 секунд на окончательный ответ. Вопрос на 500 фунтов. Какой Робин сидит в жюри танцев на льду? 15 секунд пошли. Непьес, несет, казанс, анклс. Окончательный ответ, казанс. Ответ верный. 500 фунтов ваши. Вопрос второй. Последний шанс уйти ни с чем, но у нас давно этого не было. Ведь у вас есть подсказки. Можете взять все три, если надо. И второй вопрос принесет несгораемую тысячу. Как называется сообщение в социальной сети Твиттер? Время пошло. Хук, сквок, твит, чироп. Точно, это твит. Ответ окончательный. И верный, у вас тысяча фунтов. Как-то меня беспокоят бухгалтеры, играющие всю ночь в покер. Нет, не всю ночь. Ну, почти. Почти всю ночь. Вы говорите, вот мои деньги, а вот деньги клиента. Да, конечно, я никогда не трогаю деньги клиентов и рискую только своими деньгами. Ну, вы можете взять их на время, а потом вернуть, так? Я знаю, от чего случился кризис. Понятно. Да, поэтому не хочу, чтобы история повторилась. Вы сказали, что делали подробный анализ нашей игры. Да, было сложновато найти время между работой и экзаменами, которые я недавно сдал, но... Я нашел. В покере много разных статистик, и одну из них я хочу применить здесь. Если попоется вопрос на удачу, я буду отвечать, а если проиграю, то проиграю окончательно. Но попробую провести этот эксперимент в жизни. Вы уже выиграли тысячу. Я надеюсь, выиграть еще. Я на это надеюсь. Ладно, итак, у вас тысяча фунтов, третий вопрос стоит две тысячи, и теперь на ответ у вас будет тридцать секунд. Итак, вопрос. Какой цвет у львов, нарисованных на форме сборной Англии по футболу? Тридцать секунд, пошли. Желтый, синий, зеленый, коричневый. Точно. Я скажу синий. Ответ окончательный. Зачем вы так делаете? Наверное, просто от нервов. Входите в зону? Да, у меня есть пара нервных тиков. Раньше я постоянно тридцать с ногой, а это, наверное, миллионерский тик. Вы, наверное, самый странный из игравших со мной людей. Я хотя бы могу признаться, что у меня есть тики. И как-то с ними справляться. У вас две тысячи, молодец. А четвертый вопрос стоит пять тысяч. У вас три подсказки. Смотрим. Какой американский сериал был адаптирован для ITV, где сыграл Брэдли Уолш? Время пошло. Щит, юристы Бостона, прослушка, закон и порядок. Я отвечу «Закон и порядок». Ответ окончательный. Видели? Трейлеры. Понравилось? Местами. Да, но времени смотреть не было. Я занят. Хороший сериал. И у вас пять тысяч. Спасибо. Итак, у Стюарта Блэка пять тысяч и все три подсказки. Налейте себе чая и не переключайтесь. Итак, мы продолжаем с бухгалтером Стюартом Блэком, который выиграл пять тысяч, не потратив ни одной подсказки. Вы молодец. Я стараюсь. А вы не пробовали сыграть в Вегасе, где надо десять тысяч на вход? Нет, но попробую, если выиграю сегодня. Это Кубок Мира по покеру? Да, Кубок Мира. Мои друзья играли и много выиграли, но я не такой хороший игрок, как они. Но если я выиграю много, то отложу какую-то часть и попытаю удачу в Вегасе. Ясно. У вас пять тысяч фунтов, а пятый вопрос стоит десять, и у вас все три подсказки. Вы в трех шагах от пятидесяти тысяч, после которых секундомер перестанет текать. Итак, пятый вопрос. Можно удвоить выигрыш. Из какого зерна делают солодовый уксус? Время пошло. Ячмель, просто рис, пшено. Мне потребуется помощь в зале. Стоп, часы. Зал, пульты в руки. Вопрос на десять тысяч фунтов. А, Б, Ц или Д? Вам выбирать. Из какого зерна делают солодовый уксус? Кнопка А. Ячмень. Б. Просо. Ц. Рис. Д. Пшено. Голосуем. 75% за ячмень, 7% за просо, 3% за рис, 15% за пшено. 19 секунд. Время пошло. Тут и думать нечего. Ячмень, ответ окончательный. И сейчас вы скажете, я сразу так думал. Возможно. Ответ верный. Десять тысяч ваши. Вы любите боулинг, но вас обыгрывает ваша мать. Да. Она была и остается хорошим игроком. Она властная женщина? Нет. Нет. Просто любила в молодости. В конце 90-х в Куала-Лумпуре проходили игры со дружества. И боулинг был одним из пробных видов спорта. И в одиночном разряде победила старая подруга моей мамы, с которой они вместе тренировались. Надо же. В общем, мама хорошо играла. И я до сих пор смеюсь, когда мы идем играть в боулинг. И она разбивает меня в пух и прах. А все парни смотрят и удивляются, как она бьет все рекорды. А мы-то знаем, что так будет, но шок на лицах этих парней просто чудо. Ясно. У вас 10 тысяч. А какой совет дала вам мама? Что сказала? 10% мне. 10% вам? Нет, нет. Ей, конечно. Она постоянно так говорит. Ей хватит процентов 10 тысяч. Да, а если честно, я отдам родителям все 50 тысяч. То есть, весь выигрыш до 50 тысяч вы отдадите родителям? Чтобы они выплатили ипотеку и спокойно ушли на пенсию. Ничего себе. Спасибо. Ладно, займемся делом. У вас 10 тысяч. А шестой вопрос может удвоить выигрыш. Статки растут. Вы потеряете 9 тысяч, если ошибетесь, но у вас две подсказки. Итак, шестой вопрос и 30 секунд. В каком городе родился мэр Лондона Борис Джонсон? Время пошло. Кейптаун, Оттава, Нью-Йорк, Калькутта. 50 на 50. Стоп, часы. Компьютер, удалите два неверных варианта, оставив Стюарту один верный, один неверный. Остались Оттава и Нью-Йорк. Время пошло. Так, на удачу. В Оттаве, ответ окончательный. Почему именно там? Я сразу думал, он из Северной Америки, но вряд ли это Нью-Йорк. Поэтому я исполнился к Оттаве. Вы ошиблись. Сочувствую, вы так шли. Ну? Ох, Стюарт. Но он все равно забирает тысячу фунтов. Жаль, что не больше, друг. Спасибо, что позвали. Мне правда жаль. К сожалению, Стюарт выиграл всего тысячу. А мы встречаем нового игрока и претендента на миллион. Труди Кастро из города Стамфордэм, что в Норт-Унберленде. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Труди Кастро, секретарь суда и поклонница фитнеса, вырубившая своего мужа в медовый месяц. Она шесть раз в неделю ходит в зал и недавно стала чемпионкой в местном триатлоне. Своего мужа Криса она встретила на круизном корабле. Он впечатлил ее умением складывать из салфеток разных животных. И сейчас он сидит в нашем зале, складывая муравьеда. Итак, двенадцать вопросов. Первые семь на время, один миллион фунтов и три подсказки, чтобы дойти до пятидесяти тысяч и получить четвертую. И по пятнадцать секунд на первые два вопроса. В труде удачи мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером». Первый вопрос, вы молитесь? Первый вопрос стоит пятьсот фунтов. Слушаем. Как называется внезапная проверка? Пятнадцать секунд и варианты. Комиссия, ремиссия, провизия, ревизия. Ревизия, ответ окончательный. И верно, и у вас пятьсот фунтов. Последний шанс уйти домой ни с чем, но этого не будет, ведь у вас три подсказки. Вопрос. Чем занимаются на телевидении волосатые байкеры? Пятнадцать секунд. Готовка к ремонту охоты на привидений танцами. Готовка, ответ окончательный. И верный, у вас тысяча фунтов. Значит, вы ходите в зал шесть раз на теле? Да. Насколько по времени? Иногда я занимаюсь чем-то одним. Скажем, велотренажерами часа полтора. Или час бегаю на дорожке, а потом занимаюсь железом. А вам не скучно? Нет. Там же телеэкраны везде. Бегаешь, смотришь телек, а иногда и вашу передачу смотрю. О, боже, какой ужас. Это же просто ужас. В ваш медовый месяц вы ударили мужа. Да. Мы искупались, и я сушилась. Знаете, женщина сушится, склонив голову. И вот я сушусь. Так. А он решил меня романтично поцеловать. А я дернулась. А на голове полотенце. И я разбила губу, поставила фингал. И вырубила минут на пять. Какое начало? Да. Какое начало семейной жизни? Вот так. И он остался? Прошел посвящение в мужья. Бедный калей. Ладно, у вас тысяча фунтов. Третий вопрос стоит две. А теперь у вас 30 секунд на ответ, пока мы играем на время. И третий вопрос. Что записывают с помощью ЭКГ? Время пошло. Волны мозга, толщину костей, рост волос, сердцебиение. Сердцебиение, ответ окончательный. Точно? Да. Почему так уверенно? Мне самой не делали, но я видела, как цепляют датчики и заставляют бегать, чтобы измерить сердцебиение. Просто видела, как другим делают ЭКГ. Ваше сердцебиение участилось. Сердце выпрыгивает из груди. Ясно. Ответ верный у вас, две тысячи. Ваш муж очень привлекательный. Крис из зала. Но это не настоящее имя. Нет, его зовут Энрике. Энрике? Да. А Крис это сокращенно. Да. Когда работаешь на круизном лайнере, лучше, чтобы имя больше походило на английское. И его мать решила, что Крис звучит хорошо. Ну, вот с тех пор и пошло. Крис Кастро. Крис Кастро. Ясно. У вас две тысячи. Четвертый вопрос стоит пять. И вы сохранили все подсказки. У вас 30 секунд. Из какой области искусства слово плие? Живопись, балет, опера, скульптура. Балет, ответ окончательный. И верный у вас пять тысяч. Пятый вопрос стоит 10 тысяч. Можно удвоить выигрыш, и у вас есть все три подсказки. У какой спортивной обуви бывает зубец? 30 секунд. У жокейской, у теннисной, футбольной, у коньков. Можно 50 на 50? Можно. Стоп, часы. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив в труде один верный, один неверный. Время. Тенниски или коньки? У коньков ответ окончательный. Откуда знаете? Смотрела танцы на льду, и там что-то говорили про зубец, но я не была точно уверена. Ясно. У вас 10 тысяч. Итак, у вас 10 тысяч, вы в двух шагах от 50, и я прошу вас собраться, дело серьезное. Вы в двух шагах от 50 тысяч с двумя подсказками. Шестой вопрос стоит 20 тысяч, и он таков. Что изобразил Альберто Джекометти в своей бронзовой скульптуре, проданной в 2010 году за рекордные 65 миллионов пунктов? 30 секунд. Птицу, человека, рыбу, лошадь. Можно взять помощь зала. Можно, стоп, часы. Зал, возьмите пульты и слушаем вопрос на 20 тысяч. Что изобразил Альберто Джекометти в своей бронзовой скульптуре, проданной в 2010 году за рекордные 65 миллионов пунктов стерлингов? Кнопка А на пультах птицу, Б человека, С рыбу, Д лошадь. Вопрос на 20 тысяч. Голосуем. 3% за птицу, 77% за человека, 8% за рыбу, 12% за лошадь. Время пошло. Процент большой и... Да, я отвечу как зал, ответ окончательный. Почему сомневались? 77% это много. Да, было бы лучше 97%. Но я... Я всегда недовольна. Но буду довольна, если выиграла 20 тысяч. А у нас перерыв. Все узнаем через минуту. Вы смотрите заключительную часть игры «Кто хочет стать миллионером», где Труди Кастро грызет свои наманикюренные ногти, переживая, верно ли зал ответил на вопрос, стоящий 20 тысяч. Ведь если зал ошибся, она потеряет 9 тысяч, а это серьезная сумма. Что изобразил Альберто Джекаметти в своей бронзовой скульптуре, проданной в 2010 году за рекордные 65 миллионов птицу, человека, рыбу или лошадь? 77% сказали человека, и Труди ответил и как зал. Ответ верный, у вас 20 тысяч. Роман с вашим парнем. Я никак не пойму. Он покорил вас фразой «Я буду играть в баскетбол на палубе, приходи». Ни одна бы не отказалась. Я просто люблю мужчин в форме, а он ходил в смокинге, и я просто не смогла... И в шляпе? Нет. Без шляпы? Без. А вот что еще странно, он не знает, как пишется магазин. Он мужская версия Эмель де Маркес. Энрике, тут про тебя такое говорят. Ничего, зато жена попробует выиграть деньги. У вас 20 тысяч, еще звонок другу. А седьмой вопрос стоит 50 тысяч. Ответите верно, я выпишу чек на эту сумму, которая станет вашим минимальным выигрышем, и отключит наш злой секундомер. Итак, седьмой вопрос и 30 секунд. Какая знаменитость открыла веб-сайт под названием ГУП? 30 секунд. Гок Ван, Гейл Портер, Гвинек Пелтроу, Дженнифер Лопес. Можно позвонить другу? Да, стоп, часы. Осталось 25 секунд. И кому будем звонить? У вас три варианта. О, боже. Один из ваших друзей. Рыба? Это мой брат. Неужели? Да. Ваш брат стоит рядом с рыбой? Да. Огромная рыбина, да. Это точно. Итак, кто они? Кто Али? Али друг моего босса. Крис сын моего босса. А Дэвид мой брат. Ясно. И кто знает ответ? Вы к кому-то склоняетесь? Такой веб-сайт, наверное, мог сделать Гок Ван. Но я не уверена. Ладно, сейчас позвоним и спросим. Кстати, вы не обязаны отвечать? Кому звоним? Давайте попробуем Крису. Ладно. А он Крис или тоже Эмрики? Нет, он настоящий Крис. Настоящий? Ясно. Звоним. А где он? Он в Нью-Касле. Алло. Крис? Алло. Крис Старант, добрый вечер. Здравствуйте, как дела? Все нормально? Да, спасибо. С нами играет Руди, она застряла на одном вопросе. Крис, дело серьезное. Ответ стоит 50 тысяч. Понял, не нервничаю. Да и не надо. Но вы готовы? Да, конечно. Сейчас услышите Труди, она задаст вопрос и даст ответы, один из которых стоит 50 тысяч. Понял. Итак, удачи Труди, ваше время пошло. Крис, какая знаменитость открыла веб-сайт под названием ГУП, ГОК ВАН, ГЕЙЛ ПОРТЕР, ГВИНЕТ ПЕЛТРУ или ДжЕННИФЕР ЛОПЕС? Понятия не имею труди, извини. А повтори варианты. ГОК ВАН, ГЕЙЛ ПОРТЕР, ГВИНЕТ ПЕЛТРУ, ДжЕННИФЕР ЛОПЕС. Даже гадать не стану. Ясно. Прости. Ничего не переживай, ладно, спасибо. Удачи тебе, пока. Время пошло. Я не так уверена, чтобы ответить ГОК ВАН, поэтому заберу деньги и сбегу. Ответ окончательный. Точно? Да. Я думал, он знает. Надо было позвонить Рыге. А как бы вы ответили? Я бы сказала ГОК ВАН. Хорошо, что не стали. А верный ответ ГВИНЕТ ПЕЛТРУ. Да. Да. Аплодисменты. Она забирает 20 тысяч фунтов. Храни вас Бог. Удачи, вы отлично играли. До свидания. Итак, фанатка фитнес-отрудец бежала, забрав 20 тысяч. А значит, мы встречаем нового, надеюсь, наиумнейшего игрока, Мелани Бандок из города Садорбан, что в Харпорт-Шире. Привет, Мелани Бандок. Здравствуйте. Спокойно, спокойно. Мелани Бандок работает мамой, и ей гораздо больше нравится играть с детьми, чем прибираться по дому. За Мелани в нашем зале болеет ее подруга Зои, отказавшаяся быть звонком другу, потому что слишком полная. Итак, 12 вопросов, первые 7 на время, 1 миллион фунтов и 3 подсказки, чтобы дойти до 50 тысяч и получить четвертую. И по 15 секунд на первые 2 вопроса. Удачи, Мелани. Мы начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос стоит 500 фунтов. Что говорят, когда хотят сказать, теперь твоя очередь? Время. Твой толчок, твоя подача, твой забег, твой подскок. Подача. Ответ окончательный. Вы так довольны собой? Ответ верный, 500 фунтов ваши. Готовы к следующему? Наверное. Готово, да. Итак, последний шанс уйти ни с чем, но подсказки гарантируют, что вы заберете как минимум одну тысячу фунтов. Кто может заменить Терри Вогана на посту ведущего популярной передачи на Радио 2? 15 секунд. Нил Фокс, Джонни Вон, Крис Эванс, Саймон Мэйо. Крис Эванс, ответ окончательный. Верный вас, 1000 фунтов. Нет. На русский язык программа озвучена компанией Видеофильм ТВ по заказу телекомпании Стрим в 2012 году. Спасибо. 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 Спасибо.